На веб-сайте Change.org была запущена акция по сбору подписей для освобождения уйгурского интеллектуала и писателя Ялкуна Рози, который был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Напомнив, что беспощадная политика Коммунистической партии Китая по уничтожению целой нации и ее культуры не обошла стороной такого уважаемого человека, как Ялкун Рози, председатель информационного центра Восточного Туркестана Абду Джалил Каракаш призвал выходцев из Восточного Туркестана поддержать эту акцию. Отметив, что арест писателя противоречит закону, Каракаш сделал следующее заявление. Среди миллионов уйгуров, содержащихся в концентрационных лагерях и тюрьмах, находятся ведущие ученые, деятели искусства и интеллектуалы. Ялкун Рози – известный ученый, литературный критик, педагог и писатель. Он посвятил свою жизнь интеллектуальному развитию уйгуров, публикации книг, написанию литературной критики, социально важных комментариев, статей об исторических исследованиях и проведению конференций по всему уйгурскому региону. Конгресс США призвал администрацию Дональда Трампа принять более жесткие меры по отношению к Китаю из-за давления, которые Китай оказывает на уйгуров в Восточном Туркестане. Согласно заявлению Комиссии по вопросам прав человека в Китае при Конгрессе США, 75 членов Конгресса и Палаты представителей подписали обращение, направленное госсекретарю Майку Пампеу и министру финансов Стивену Мнучину. Инициатором обращения под заголовком «Настало время наказать китайских чиновников, виновных в нарушении прав человека», выступил республиканец Марко Рубиу. Конгрессмены и члены Палаты представителей призвали правительство США и мировое сообщество положить конец беззаконию коммунистической партии Китая в Восточном Туркестане. Кроме этого, американские политики заявили, что Комитет ООН по правам человека должен провести внеплановое совещание, назначить специального корреспондента и направить его в уйгустский регион, где уничтожается институт семьи, культура, религия и поощряется насилие против женщин. Турецкое управление по защите персональных данных начало официальное расследование в отношении китайского приложения TikTok. В сообщении агентства Анадолу по этому вопросу говорится, управление приняло такое решение в связи с участившимися сообщениями об уязвимостях приложения по вопросам сохранности и индивидуальных данных. Предполагаемые уязвимости заключаются в следующем – запись звука и видео, даже если телефон выключен, загрузка программ и файлов, сбора и отправка данных о приложениях, загруженных в телефон, сохранение IP-адреса и данных беспроводной сети. В Турции TikTok пользуется около 30 миллионов человек. «Военные учения Китая у спорных островов Южно-Китайского моря носят чрезвычайно провокационный характер». Такое мнение выразил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео. «Америка соглашается с нашими друзьями из Юго-Восточной Азии. Военные учения Китая в спорных водах Южно-Китайского моря носят чрезвычайно провокационный характер. Мы выступаем против неправомерных претензий Пекина», – написал он в Твиттер. Основными фигурантами спора за эти территории и окружающие их воды выступают Вьетнам и Китай. О своих частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия и Филиппины. Вчера премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил неожиданный визит в регион Ладакх в северных Гималаях на границе с Китаем. Моди в сопровождении генерала Пепи Наравата и командующего сухопутными войсками Маноджа Мукунда Наравана встретился с представителями вооруженных сил на базе НЭМа. Ситуация в регионе осложнилась после столкновений, которые начались на границе в прошлом месяце и привели к гибели 20 индийских солдат. Согласно правительственным источникам, 43 китайских солдата были убиты или получили серьезные ранения.